Здравствуйте! Этот выпуск правил движения я бы назвала поэтически, и это все о ней. То, что я сейчас буду говорить, это не аналитика, и разборки очередных законодательных документов, это скорее реплика по поводу. Что же за повод такой, возможно, зададитесь вопросом вы. Кто она и что о ней? Не буду вас томить долго. Она – это коррупция, конечно. А тема обсуждения – как с ней надо бороться по версии украинских властей. Потому как боролись и борются с ней во многих странах, но украинский вариант ремейка заслуживает специального приза. Тема, конечно, очень серьезная и важная, но я все же не откажу себе в удовольствии немного поерничать. Вы же, надеюсь, не против? Борьба с коррупцией у нас в стране объявлена священной. Об этом на весь мир возвестили иерихонские трубы, и всем миром объявили эдакий священный джихад – неверным коррупционерам и всяточникам. Не знаю, как у вас, а у меня ощущение, что борьба с коррупцией у нас в стране уже возведена в ранг религии. Апологеты новой веры уверяют – все в своем чуть ли не божественном происхождении и миссионерском назначении на этой земле – миссия понятна, но кажется невыполнима. Ибо, как известно, пчелы не могут бороться с медом, а пес с колбасой. Но об этом… Итак, крестовый поход уже в самом разгаре. Уже открыт сезон охоты на ведьм, и на лобные места потихоньку сносят хворост для будущих костров. Зеваки занимают лучшие места для созерцания скорых мук, членов всяческих ОПГ. Гуру антикоррупции без устали проповедуют на площадях, приводя в своих спичах примеры чудесного исцеления и полного отказа от этого дьявольского искушения. И правильно, какая же религия без чудес? А храмов-то понастроили не с честь? Шутка ли? За год. С небольшим. Шесть. Шесть новых антикоррупционных ведомств. Не поленюсь и перечислю. Борцов со злом нужно знать поименно. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики И на подписи у президента закона о создании еще одного органа, Государственного бюро расследований. Ну, чтобы мало не показалось. Кроме крупных, неисчислимо много и церковушек поменьше. Потерпите, но перечислить их надо обязательно. Для чистоты эксперимента. Итак, загибаем пальцы. Управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, Которые занимают особо ответственное положение в ГПУ. Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления в СБУ. Главное управление собственной безопасности в Фискальной службе Украины. И почти в каждом министерстве антикоррупционный отдел, чтобы уже наверняка победить Аспида. Вот только паства подводит. С верующими прям беда. Обращенных все меньше и верить в борьбу с коррупцией не хотят. Может, есть те, кто и верит, но никто воочию ее не видел. Впрочем, сами понимаете, для веры это и не обязательно. Но религиозная верхушка не теряет надежды и продолжает проповедовать на всех углах. Они прямо пугают всех, что никто из падших коррупционеров не спасется. И справедливое возмездие настигнет всех. Будьте уверены, никто не спрячется от карающего меча и всевидящего ока антикора. Кстати, имеется и индульгенция. Для тех, кто не очень посвящен в дела церковные, поясню, что индульгенция – это освобождение от наказания за грехи, когда грешник уже покаялся и вина ему прощена в таинстве исповеди. Стоит это дорого. Но оно того стоит. Таким уже ни черт не страшен, ни люстрация, ни набу, ни баубаб. Эти служат не за совесть, а за страх. Как говорится, раскаившийся грешник ценнее праведника, я бы сказала, вернее. Мы знаем, что у каждой веры есть свои обряды и зрелища. Когда впечатляет, сильнее влияют уверенные отцы веры. Выступления вождей борьбы с коррупцией иногда напоминают массовый сеанс экстрасенсов конца 80-х. Глядишь, и прибудут новые последователи. Борцы с коррупцией заверяют, что всех очистит священный огонь алтаря. Вот только как бы им не раздуть мировой пожар, а то не ровен час, и верховные праведники рискуют и себе поджарить какую-нибудь рататуй. А это больно, говорят.